Девушки отдыхают Ты правда не знаешь, чего хочет Макси? Странно, он столько раз звонил Сколько еще по-твоему ждать твоего мужа? Не знаю Привет Милая, я не смог забрать колыбельку Что такое? Роберт, что ты здесь делаешь? Мы должны покончить с этим Раз и навсегда Сейчас Пусть звонит Это, наверное, моя мать Оставь этот черт Пожалуйста, нет Пожалуйста За четыре часа до этого Что у нас? Кое-кому стоит приходить раньше Лео, я заканчивал отчет, понятно? Да, с таким табачным перегаром и ужасной рожей Ты, должно быть, писал о вечеринке? У нас тут свадьба Хорошо, хоть смогу позавтракать Доброе утро, Марио Добрый день, для кого-то Невеста пропала между четырьмя и четырьмя четвертью Что странного в том, что сбежала невеста Ни в первый, ни в последний раз Сказав, я согласна? В Корсо мы нашли одну туфлю невесты и трубку от телефона Свидетель есть? Спасибо Нет А в доме есть камера слежения? Тоже нет Ставлю десять к одному, что это отец невесты и жених Именно Роберто Эрнандес и Эмильяно Браво Тесть занимается недвижимостью и застроил всю Испанию Денежки кирпичные не возьмешь с поличным А здесь было в ритмах Да уж, у ниха кислое лицо Неудивительно упустить такой жирный кусок Ее зовут Рамина, и она единственная дочь Красивая Марио Росио Вернитесь в отдел, отследите все телефоны и сообщите, когда сделаете Малина, список приглашенных И посмотри, не осталось ли лангуста Лангуст заканчивается первым Рамина Надо исходить из того, Лео, что если это не было похищение и выкуп не заплатят быстро, я думаю, мы ее больше никогда не увидим Или доброе утро, сеньоры Обратный отчет Простите, вы знаете что-нибудь? Мои коллеги все вам скажут Но уже можно уйти? Очень скоро сможете идти Робер Привет У вас с Рамина есть враги? Кто-нибудь, кто хотел бы причинить вам зло? Нет, Рамина все любят, все Я у меня... Не знаю, не знаю, ничего не приходит в голову Чем ты занимаешься, Робер? Я был военным, но теперь программист на предприятии моего теста Новакс Список приглашенных Очень хорошо, Лео Нам нужен список всех слуг, а также список людей, уволенных из Нобакс Нет, Нобакс Люди в этом мире очень завистливы, Робер И у некоторых есть связи Кто-то третий Да, отчаявшийся влюбленный, кто-то, кто не согласен с тем, что Рамина выйдет за другого Мы допускаем возможность, что это было не похищение Насчет выкупа до сих пор не звонили Я уже не знаю, теперь я начинаю сомневаться во всем Ей позвонили, когда мы танцевали Она была такая... Такая красивая и... Привет Привет, сеньора Фернандес Привет Привет, самый красивый парень из всех, кого я знаю Ты счастлива? Очень Очень? Насколько? Как отсюда до звезд? Нет Простите, сеньора, вам звонят Мне? Да Спасибо Да Простите Простите, прерывается Да Тогда я видел ее в последний раз Вы не знаете, она ждала от кого-то звонка Нет, не знаю Это просто кошмар Нет Нет, этого не может быть Корсо Я определила звонок, который получила невеста Он был сделан из телефонной будки В нескольких метрах от дома ее родителей Возможно, Рамина знала звонившего и поэтому вышла наружу Где ты? Я посмотрел список гостей, их более трехсот Не пришли, тридцать два человека Почти все приглашены сеньором Браво, но некоторые самими новобрачными Не знаю, если бы прежняя подруга пригласила тебя на свадьбу, ты пошел бы? Не думаю Посмотри на экран Обворованный клиент Взбешенный партнер Корсо Ее отец Эмилиано Браво Связан со множеством дел о коррупции в градостроительстве Но никогда не был обвиняемым Да, как сказал Малина, деньги из цемента всегда экскременты Так и сказал Да вроде того Мы хотели бы знать Если допустить, что это не похищение ради выкупа, может у вас с кем-то была какая-то серьезная проблема или вам угрожали? Нет, но я уже 30 лет веду дела со многими людьми, не думаю, что все меня обожают А как скоро? Похитители звонят В зависимости от случая, обычно не позже двух часов Боже мой, моя девочка, где она? Милая, тебе лучше пойти отдохнуть и перестань пить Слушайте, мою дочь похитили из-за денег Я готов дать им все, что они попросят Так что, пожалуйста, не внушайте моей жене всякие абсурдные мысли Пока не доказано обратное, абсурдных мыслей нет Синьер Браво собрался покинуть территорию, не мешайте Вас понял Спасибо большое Синьера Браво Синьера Минутку, куда пошел ваш муж? Не знаю Он ушел? Мы знаем, что ваш муж замешан более чем в одном деле со строительными спекуляциями Слушайте, каждая песета, заработанная моим мужем, законна Не сомневаюсь, но, возможно, многие люди проиграли или перестали зарабатывать по его вине И, возможно, ваша дочь была похищена из мести или ради услуги Или вам лучше знать Ладно Сегодня на свадьбу был приглашен один человек Кто? Гонсало Яньес Крупный строитель Он вел дела с моим мужем Разрази меня огромным, Эльяна Эти участки обошлись мне в 3 миллиона евро Советник не желает ничего слышать Он озверел Яньес Сегодня даже народники заканчивают в тюрьме А что мне делать? Я заключил сделку, потому что ты поручился Выполни свою часть уговора Папа Это день моей свадьбы, пожалуйста Сейчас приду, милая Подожди минуту Завтра поговоришь обо всем идем, пап Слышишь? Вальс Папа Подожди, подожди, сейчас приду Смотри, я считаю, что ты должен забыть о 3 миллионах Уничтожить всю документацию И не доставлять мне больше никаких неприятностей Они говорили на повышенных тонах Дошло даже до угроз Ты не знаешь, с кем играешь, ублюдок Думаю, это ты не знаешь, с кем играешь Прежде чем кончится вальс, его здесь не должно быть Мы пошли танцевать вальс Я видела, как охранники выводят Яньеса Я танцевала вальс с мужем И видела, как спустя несколько минут Яньес пытался войти в дом Но охрана его не пускала Эмилиано 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 На минутку, послушай меня, Эмилиано Минутку, Эмилиано Ты пожалеешь, ублюдок Эмилиано Мой муж запретил говорить вам об этом Мне жаль Мне жаль Простите Говори, Малина Мы на Кузнечной улице, дом 32 Ладно, отлично Хватит Мы закончили Все свободны Бежим Корса, меньше гулям Где моя дочь? Наш ли тебя коснется, старость не рада Где моя дочь? Стоять! Щите его, давай, давай Она не у него Но он говорит, что видел того, кто ее увез Ладно, все арестованы К стене Давайте все к стене Комиссариате расскажете Кто и что видел Проходим Я тогда сказал, Рейталану Не со всех ног За три часа до этого Чтоб ты сдох Я не скажу, что видел Ты ура Я тебе голову оторву, тварь Эй, эй, эй Хватит, хватит Хватит, ладно? Сядь сюда Сядьте, пожалуйста Они мне остачертили Все это очень просто решить Очень легко и без этих крайностей Вас я посажу А вас обвиню в похищении А вас в нападении и попытке убийства Так что или ты мне расскажешь все, что видел, мать твою Или я засажу в камеру с этими тремя без наручников Мы были на свадебном анкете Спорили о делах И он приказал Этим двум гориллам выгнать меня Я был страшно зол Пошел к машине Сел внутрь Я был в машине Пытался успокоиться Когда увидел парня В телефонной будке Которая была рядом Мое внимание привлекло то Что он был очень нервным И вел себя странно Когда он выходил Я хорошо его разглядел Я видел, как парень подошел к ней И они дружески поздоровались Начали говорить Разговор стал угрожающим И парень закончил тем, что вытащил Вытащил пистолет и затолкал ее в фургон Я бросился рассказать Эмильяну У меня тоже есть дочка И несмотря на то, что он урод Я решил его предупредить Но его гориллы выкинули меня снова И я не смог ничего сказать Дай мне минутку Это важно Эмильяна, одну минутку Дай мне минуту Эмильяна, послушай меня Эмильяна Эмильяна Ты пожалеешь, придурок Вы запомнили номер машины? Зачем? Я же не собирался заявлять Он заслужил это за предательство Ты действительно пришел сказать мне? Конечно Хотел увидеть твою рожу Когда скажу тебе Что твою дочь по тоскуху похитили Сволочь! Стойте, стойте! Хватит! Хватит! Малина Забери этого типа отсюда И пусть делает фоторобот И без шуток Давай, пошли Шагай Черт, это же Макси Нет, он не мог ее увезти Это невозможно Кто такой Макси? Мы с Макси всю жизнь дружим Ты знаешь, где он живет? Конечно Росио С Малиной Твоя жена и Макси У них были какие-то романтические отношения? С Макси? Нет, нет Слушай, Макси и я Мы дружим с детства С тех пор, как его родители поменяли район Это невозможно Просто бред какой-то Может, для него ты не был таким уж другом? Нет Может, он был влюблен в твою девушку И ты не знал этого? Нет, не был Я хорошо знаю Макси Может, ты не так хорошо его знаешь Мы вместе с детского сада В средней школе были в одном классе 14 горка, Луис, Макси и я создали рок-группу В 18 влипли в заварушку И записались добровольцами в армию Потом мы отправились в Афганистан Мы были вместе всю эту сраную жизнь Макси не был влюблен в Рамину Тогда зачем он ее похитил? Я не знаю С тех пор С тех пор, как вернулись из Афганистана Мы больше не виделись И почему он не пришел на свадьбу, Робер? Я видел, что он приглашен Не знаю А остальные? Те, с кем ты был в Афганистане Они были приглашены и тоже не пришли Почему? Когда мы вернулись из Афганистана Мы отдалились И... Такова жизнь? Хорошо Спасибо, Робер А вы? Мы сообщим тебе все, что узнаем Иди домой и переоденься Чтобы тебя не спутали с официантом Спасибо Закадычные друзья И ни один не пришел на свадьбу Простите, но я не верю Марио, выясни, почему они оставили армию Сделаю Да я помогу тебе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо Теперь тихо, да? Нет, я буду молчать Тихо Вылезай Ты меня злишь Вниз Я могу узнать? Молчи, пожалуйста, молчи Не хочу, чтобы платье испачкалось Молчи Стой, стой здесь Для шутки это уже слишком Шагай Вперед Скажи, что мы тут делаем Шагай Ты что, с ума сошла? Сади здесь Сиди здесь Сиди здесь, ладно? Сиди Ты очень красивая Хочешь воды? Нет Хочешь воды? Я принесу тебе воды Я принесу тебе воды Погоди Прохладно Не хочу Возьми, пей Не хочу Пей Нет Пей Вот здесь и кроется причина, почему друзья расстались В чем дело? Это военный рапорт об инциденте в Афганистане Главное, я подчеркнул для тебя Спасибо, Марио Стоять, полиция Ладно, ладно, ладно Не двигаться Нет, нет, нет Что хорося Чисто Выключи этот аппарат Здесь живет Максимо Крепсо? Да, да, но его нет А вы кто? Мириам Перес Ортис, его невеста Когда вы в последний раз говорили с ним? Этим утром Что он сделал? Позвоните ему Черт, я не буду брать Корсо, Марио Мы в его доме, но его нет Только невеста Я так и полагал Росио Спроси у девушки, что случилось с ее парнем в Афганистане Хочу знать его версию Хорошо Не отвечает Звони снова Марио Назначь свидание этому цыпленку Жениху Роберу Да, Роберу В Афганистане произошло что-то очень скверное И он нам не рассказал Уже сделано, шеф Он в пути Не отвечает Но что случилось? Что он наделал? Его подозревают в похищении Рамины Браво Рамина? Невеста Робера? Да Они сегодня женятся Почему вы не пошли на свадьбу? Вы же были приглашены? Просто мы почти уже два года не видимся С тех пор, как Макси вернулся из Афганистана Он не хочет слышать о своих друзьях Почему? Контрольный пост Один Контрольный пост Два Черт, парень Нет, нет, старшим был Луис Луис был сержантом Какая у вас была задача? Восстановление района и помощь штатским В этом районе у нас было два основных поста Я был на посту номер один вместе с Луисом и еще двумя товарищами Потом он подъехал к нам Мы делали обычный досмотр Горка и Макси были на втором посту И? Подъехал один фургончик Мы решили, что это журналисты, которых посылают брать интервью у представителей НАТО Стоп! В обычных обстоятельствах в протоколе действий сказано осматривать транспортные средства дважды Стоп! Спасибо Куда едете? В Зан-де-Хан, взять интервью у одного из боссов НАТО Журналисты? Итальянские Агенции журналистики Из Амана, Аль-Джазира Задняя дверь открыта? Конечно Мы открывали ее сто раз за последние 50 километров Пахло жутко и... По правде я лишь бегло просмотрел Для чего все это? Ну, знаете, трудно достать такси здесь, в Нижнем Манхэттене Ясно, мой друг Тогда я закрыл дверь и сказал Луису, что все в порядке Все в порядке, сержант Ясно Послушайте Следуйте по дороге Снаружи мины Внутри мин нет, ясно? Опасность, ладно Проезжайте Это журналисты Девушка была просто супер Черт Нам бы пошла на пользу небольшая заваруха, чтобы согреться, да? Или парочка коктейлей Кто говорил, что здесь всегда жарко? Черт У Луиса было чутьеное, это просто офигительное На все Погодите минутку Девушка, она вспотела И? Сейчас не жарко Горка, Макси, остановите фургон И хорошо досмотрите, ладно? Ладно Ваши солдаты нас только что досмотрели, сто метров назад Тихо Макси встал перед ними и... Горка Горка Отпрыл заднюю дверь Макси! Макси! Аллах Аббар В укрытие Горка, кто это сделал? Горка, Макси Горка Луис волновался, начал вызывать их по рации Спрашивал, что случилось Сказал, чтобы не двигались, чтобы ждали нас Горка, Горка 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 Макси Ну, Луис и Робер Побежали туда Посмотри, что случилось Черт Черт бы все попрал Журналистка мертва Журналистка мертва Водитель тоже Погоди Эй, мне кажется, этот жив Он пытался спасти его Ничего Этот тоже мертв Макси! Что случилось? В нас швырнули гранатой У них были спрятаны боеприпасы Укрытие Укрытие Черт Дурни Вы не поверите Это были долбанные патроны Которые сами взорвались Твою мать, а! Тем лучше Это мне вместо галстука Мы были классной бандой Я не хвалюсь Мы сами писали тексты Мы все ставили с ног на голову Общество, правительство, семью, церковь А теперь у тебя жена и сын И ты военный Макси играл на ударных Робер на гитаре А я на бас-гитаре Но лучше всех был Луис Он пел Полагаю, что группа распалась по возвращении Смерть Луиса была потрясением для всех нас Луис! 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 Твою мать Я... Я звоню в медчасть Должна быть задита артерия Давай, Луис, черт! Давай! Я тону, тону Парень, мне дурно Здесь никто не умрет, ясно? Эй, эй, смотри на меня Ты со мной, брат, смотри на меня Эй, Луис, Луис Луис, Луис, не спи Не спи, не спи Не спи, Луис Смотри на меня Держи за меня Луис О, Господи Смотри на меня Смотри на меня, Луис Не засыпай, Луис Не спи Иногда он просыпается среди ночи И начинает Разговаривать с Луисом Условно тут рядом У меня от этого мурашки по коже Он обращался к врачу Сказали Что это посттравматический стресс И потом депрессия Потом Он бросил лечиться И все стало подохуже Это были два ужасных года Как вы думаете, где он сейчас? Не знаю Иногда он пропадает на пару дней И потом Потом возвращается И кажется, что ему лучше Но это длится недолго Макси тяжелее всех Переживал произошедшее Если бы боеприпасы не нагрелись До 180 градусов Мы бы продолжали воевать На этой гребаной войне Если бы боеприпасы не нагрелись До 180 градусов Потому что нагрелись До 180 градусов И начали взрываться Почему вы не рассказывали это раньше? Не знаю Думаю, что... Не знаю Мне счел важно Не знаю Вы думаете, что зная это Вам будет легче найти Рамину? Что могло заставить Макси Похитить Рамину? Ничего Насколько я знаю Как любопытно Все трое рассказывают В точности то, что было в рапорте Чего? Вожж сказанное дважды Становится похоже на правду Стоит побольше читать классиков, Корсо Тебе вообще стоило бы Читать хоть что-нибудь, Корсо Так, да, Лео? Тогда читай по губам Что он сказал? Должно быть, ты хорошо учился в школе Да, а что? Память у тебя охренительная Спасибо Есть одна вещь, которая мне не нравится 180 градусов по Цельсию Что-нибудь говорит? Конечно Это температура, при которой начинают взрываться боеприпасы Каждый военный это знает Я полицейский, но понятия не имел Твою жену похитили из-за случая в Афганистане Поэтому я не верю во все это дерьмо, которое ты тут нес Технический рапорт Министерства обороны подтверждает то, что мы сказали На технический рапорт Министерства обороны мне глубоко чихать Рапорт доказывает лишь то, что ты выучил его наизусть Пока горело Бла-бла-бла Боеприпасы нагрелись до температуры 180 градусов Именно это и случилось Да В укрытие Услышали выстрелы и спрятались В укрытие С этого момента дела могли пойти иначе Пока вы искали, где спрятаться, выстрелы звучали совсем близко Это неправда Вы были дезориентированы Могли подумать, что враг где-то рядом И в страхе, среди дыма и огня, кто-то сорвался и выстрелил Это ложь Никто не сорвался и никто не стрелял Кто сорвался, Роберто? Ты? Никто Точно? Точно Макси Горка Ты выдумываешь Кто сорвался и выстрелил Робер Посмотри на меня Луиса убила пуля друга Чего ты взял, твою мать? Чего ты взял? Это ты мне скажи Так ты будешь искать мою жену Вот так ты ее найдешь Бороша дерьмо Твое собственное, парень Ваша собственная С вашего разрешения И тогда он сказал Спрять все на месяц Я сказал оставь За полтора часа до этого Макси Макси, ты мне очень нравишься И я тебя, я знаю Ты не причинишь мне зла, верно? Правда? Помнишь, как я пришла сюда впервые Мне было 17 Я восхищалась вами безумно Так волновалась, что не знала, куда себя деть Ребята Представляю вам Рамину Девушку, которая так неутомимо прыгала вчера в первом ряду Привет, Рамина Привет Да ты садись, женщина Не стой там Хочешь выпить? Ну, не знаю Я об этом позаводчусь Ты хорошо ко мне отнесся Принес лучшее пиво, которое хранили для вас Ты помнишь? Что ты делаешь? Какого черта ты делаешь? Сиди здесь, ясно? Ладно, ладно Ладно Сцена для группы Для группы Для группы, ясно? Это место Луиса Я очень любила Луиса Так же, как и ты Черт, хватит плакать, шлюха Если скажешь что-нибудь, убью Робер Я здесь, с твоей женой Я звоню, потому что нам надо встретиться Можем на заправке На заправке, где мы покупали спиртное Когда были вместе Корсо, у меня медицинский отчет за ноябрь 2005-го Макси привезли на скорость спустя месяц После возвращения из Афганистана Да, из-за этого посттравматического стресса Да, из-за ожога второй степени Пожар Он провел два дня в клинике Святого Франциска Отделение психиатрии Говорит о симптомах замещения личности Шизофрении и пиромании И что, это он устроил пожар? Похоже на то Говори, Марио Роберу кто-то позвонил, и он убежал Очень рассерженный Ладно, не теряй его из виду Не волнуйся, не потеряю Малина Милитарум навещарум Не продолжай Мы домой к Максиму Именно, пошли Как раз хотел прогуляться Я дойду до конца Я ему должен Пожалуйста, пожалуйста Пожалуйста, не делай мне больно Не делай Поверь, я позабочусь о том, чтобы все узнали Ты просто не представляешь На что способен Робер Если бы ты знала правду о том, что произошло в Афганистане Рамина Ты бы никогда за него не вышла Ты не знаешь, за кого вышла Черт, тогда скажи мне Что случилось на войне? Максим, что случилось? Черт, наверное, задета артерия Я скоро приду Макси вовсе не пироман Он сделал это в депрессии К тому же Не причинил никому вреда В наших архивах жалоб нет Ну ладно, посмотрим, что он сделал Взял разрешение у хозяина этого помещения? Нет, оно принадлежало ему Ну, то есть его отцу И потом это не то, чтобы помещение Что-то вроде подвала Куда нужно было влезать через дыру Это не было помещение Отец отдал его, когда перенес свой мебельный магазин Почему же он сжег это место? Это было то самое место, где они репетировали У них была музыкальная группа И они репетировали с 15 лет И там же мы устроили вечеринку Перед их отъездом в Афганистан Это же всего на три месяца К тому же испанцев не посылают в бой Никогда Не знаю, смогу ли выдержать Правда говорю Давай, красавица Тост Конечно Эй, ребятки Один поцелуй для потомков Постой-ка минуту Что ты хочешь сказать, что Рамина и Луис были парой? Они встречались три года Хватит, хватит Но Робер всегда был влюблен в нее Эй, Луис Луис Иду, иду Слушай Не грусти Ничего плохого не случится, ладно? Ни с кем из нас ничего не случится Знаешь почему? Где же улыбка? Потому что мы будем беречь друг друга Всегда Ладно? Да Спасибо, Робер Я тебя очень люблю А я тебя Эй, Рамина Что? Есть еще мята? Для мохито Хочу сделать еще один Робер Робер, иди Нет, я не в духе Эй, парень Ты что, бросишь нас одних? Давай, давай Иди, Робер Робер Иди сюда Аплодисменты Что ж, вернувшись, они забыли про Макси, когда он больше всего нуждался в них. Поэтому он изжег подвал со всеми воспоминаниями. Ничего не осталось от их дружбы. Вот адрес. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. И простите за дверь. Не беспокойтесь. Говори, Марио, мы подъехали к заправке, он только что зашел в магазин. Ладно, продолжай извещать меня. Конечно. Сначала толкни. Сними. Сторону, в сторону, в сторону. Кто это? Макси? Кто там? Полиция. Заберите меня отсюда, пожалуйста. Он ушел. Это был Макси, с которым мы дружили всю жизнь. Не знаю, что с ним случилось. Никогда не видела его таким, клянусь. Спокойно, спокойно, Рамина, успокойся. Успокойся. Все уже кончилось, все прошло. Вы знаете что-нибудь о моем муже, Робер? Он должно быть с ним. Макси, должно быть с ним, пожалуйста. Успокойся, Рамина. Вы знаете что-нибудь о моем муже? Знаете что-нибудь? Рамина, успокойся. Пойдем отсюда. Мне нужно позвонить ему. Нужно поговорить с ним. Росио Слушаю Рамино у нас, с ней все в порядке, сообщи Марио Сделаю Очистите район, опасность взрыва Стоять, полиция Очистите район, опасность взрыва Брось оружие, Робер, брось Ты же не станешь стрелять? Помогите Помогите, он истекает кровью Помогите Помогите, он истекает кровью Черт Звони 112, быстро Говори, Марио Дай мне, Корсо Корсо, это Марио Говори, Марио Корсо, Роберо только что застрелил Макси Он убит Вышиб ему мозги Я приеду с записями камеры слежения в отдел Рамино Зачем Роберу делать это? Не знаю Макси хотел, чтобы Робер в чем-то сознался Он сказал, что мы все предатели Но я не знаю Не знаю Не знаю Что ж, если Роберу есть в чем сознаться Он это сделает Никогда больше не называй свое имя За 35 минут до этого Наверное, это папочка Принес свою новую кроватку Вот так, малыш Вот так Привет, Робер Что ты здесь делаешь? Рамино Ты знаешь, что с ней? Привет, Мари Кармен Можно зайти? Да-да, конечно Входи Давно не виделись Прости Мы не смогли пойти на свадьбу У Горки не было разрешения У моего мужа нет дома? Он на учениях Но скоро будет Это Джонатан Чудесный Слушай, Макси звонил несколько раз домой И на мобильной горке Кот, наверное, уже забыл Не знаю, что он хотел Он приходил? Говорите Робер Это Корсо Мы освободили твою жену Как она? Все хорошо? В полном порядке О, Боже Все прошло хорошо, Робер Скажи, где ты Я приеду за тобой Нет, нет Я должен кое-что сделать А потом Приеду к вам в отдел Хорошо? Дерьмо Корсо, он почти попался Звони еще раз Давай, возьми трубку Ты не ответишь? Может, это важно? Не берет, Росио Не важно Пока не отключил совсем Я могу его вычислить Дай мне секунду Робер Робер Ты не ответил? Ты знаешь что-нибудь о Рамине? С этим все в порядке Правда? Как хорошо Я так рада Ты в порядке? Прекрасно Моцолес, верно? Ты знал? Там живет его друг военный И только он еще жив Пока Робер, тебе стоит пойти с ней домой Уверена, ей это нужно Я хочу увидеть твоего мужа Поговорю с ним и уйду Ладно, как хочешь Хорошо Не знаю, хочешь кофе или что-нибудь выбить? Кофе Хорошо У управляющего домом очень вкусный кофе Если хочешь, возьми, у нас его полно Взять? Кофе Я не люблю кофе Я принесу тебе что-нибудь другое Хорошо Скажи, где она, мать твоя? Скажи, где она, или я убью тебя Нет Говори, говори Я не скажу тебе, пока все не узнают, что произошло Что это даст, Макси? Что это даст? Это ничего не изменит Забудь о нем и продолжай жить, как все мы Черт Мне надоело, что все это говорят Все хотят, чтобы я забыл о нем Послушай, Макси Я люблю тебя Ладно? Я не могу забыть о нем Я люблю тебя Нет, нет Корсо Послушай, Макси, он са... Уби... Лео, Лео, я не слышу тебя, повтори Макси сам убил себя Робер не виновен Я еду туда И тогда он сказал Беги со всех ног Спрячься на месяц И никогда больше не произноси свое имя Он мне слишком мал для страшных сказок Прости Он сейчас узнает, что на свете есть серый волк Присядь Ты правда не знаешь, чего хочет Макси? Странно, он столько раз звонил Сколько еще ждать, по-твоему, твоего мужа? Не знаю Привет Милая, прости, я не смог забрать колыбельку Что такое? Робер, что ты здесь делаешь? Мы должны покончить с этим раз и навсегда Сейчас Пусть звонит Это, наверное, моя мать Оставь это, черт Робер, нет Горка Нет, пожалуйста, нет Робер, нет Ты истекаешь кровью, Роберт. Дай позвонить в скорую. Умереть должен был ты, а не Луис, ублюдок. Умереть должен был ты. И теперь Макси покончил с собой из-за тебя. Оставь телефон, оставь телефон! Что? О, Господи, бедный Макси. Макси, нет. Ты заплатишь. Ты заплатишь за все зло, которое сделал. Помогите. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Помогите. Помогите. Спокойно, я из полиции. Мой муж, мой муж, он убил его. Где они? Наверху, он убил его, в комнате. Оставайтесь здесь, ладно? Оставайтесь здесь. Роберт, прошу. Джонатану завтра шесть месяцев. Не делай этого. Детям нужны родители, чтобы расти. И Мари Карман. Она ведь во всем зависит от меня. Им же лучше. Ты дрянь. Мы все лгали ради тебя. Робер, опусти оружие. Давай, опусти оружие. Тебе плевать на то, что случилось. Это неправда. Если не опустишь оружие, я выстрелю. Не стреляй. Слушай меня, ублюдок. Может, я и виноват во всем. Но не я был тем, кто нажал на курок. Скажи правду. Скажи, скажи чертову правду, наконец. Мне очень жаль, Роберт. Ты думаешь, я ничего не помню? Ты очень ошибаешься. Я вспоминаю каждую ночь. Хочешь знать, почему я не выбросил эти часы? Чтобы не забыть никогда. Нравится? Они стоят больше дома и сотни коз. Макси! В укрытие! Ну, Горка, ты что творишь? А что, он же пытался убить нас. Смотри, эти часы стоят кучу бабок. Они стоят кучу бабок. Проклятые! Ах ты, ублюдок! Я пытался помочь ему, но он очнулся и напал. Горка! Ты арестован до возвращения в часть. Эй, что вы делаете? Эй! Луис, нет! Эй, парень, ты что натворил? Твою мать! Твою мать! Дурак, он истекает кровью. Да что же ты наделал, твою мать? Прости, прости. Дай мне ремень, дай мне ремень. Я тону, тону, тону. Ничего не случилось, ничего не случилось. Луис, Луис! Твою мать! Я звоню в медчасть. Должно быть, сзади эта артерия. Давай, Луис, черт. Давай. Я тону, я тону. Парень, мне дурно. Эй, Луис! Луис! Луис, не спи. Не спи, Луис. Держись. Луис, держись. Луис. Робер. Робер. Робер, спокойно. Робер! Нет! Нет! Ты в порядке? Да. Вызови скорую, Лео. У него в ноге пуля. Робер. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok